Одновременно и в один день, приблизительно в одно и то же время, студенты России могли проверить себя и свои знания в области английского языка, навыки, письма и аудирования. В данной акции приняли участие несколько тысяч участников с различных городов России. В Казани данная акция прошла на площадках КФУ. В этом году мы шли с инициативой провести в формате всероссийского диктанта и откликнулось большое количество и вузов, и школы России. И поэтому в этом диктанте принимают участие более 25 регионов. Принимают участие это как обучающиеся вузов, обучающиеся школы России. Всего было зарегистрировано более 12 тысяч участников. Эта акция была инициирована высшей школой иностранных языков перевода год назад. В прошлом году тема касалась всемирного культурного наследия. В этом году, в знаменательный год, год Николая Ивановича Лубачевского в нашем университете, мы продумали и посчитали необходимо просто и значимым провести такую образовательную акцию в рамках этого года. Как обстоят дела у студентов и школьников в других точках страны, можно было увидеть благодаря онлайн-подключению. Здесь же проходила онлайн-трансляция мероприятия. Текст читали профессионалы, владеющие иностранным языком, а также преподаватели английского. А как думаете, допустить победителя становится тот, кто не допустит одной ошибки? Сложно бы стать победителем или нет? Ну, мне кажется, английский язык, он такой, скажем, если бы это был диктант на русском языке, то было бы понятно четко, что этот человек написал правильно. В английском языке, особенно с правильной пунктуацией, они более вариативны, поэтому надо смотреть на результат. В заключение важно подчеркнуть, что тотальный диктант по английскому не единственный, который проходил в этот день в Казанском федеральном. Участники акции также могли попробовать свои силы в диктанте по итальянскому, французскому и испанскому языкам. Напомним, что несколькими днями ранее в КФУ проходила аналогичная акция по татарскому языку. Результаты всероссийского диктанта будут размещены на сайте КФУ и официальных сайтах организации высшего образования и общеобразовательных организаций Российской Федерации, проводящих данный проект. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.